Проход на территории музея-заповедника в этот день свободный. Погода во второй половине дня не самая приятная, но несмотря на это народ потихоньку подтягивается. В импровизированном кафе готовится плов, шашлык и горячий чай, покупатели присматриваются к товару, продавцы зазывают посетителей. Морозовская ярмарка в этом году проводится впервые, но по замыслу организаторов должна стать традиционной. У Зинаиды Григорьевны Морозовой здесь на нашей территории был огромный, можно сказать, огромный агропромышленный комплекс, как бы сейчас мы современным языком сказали. И животноводческий комплекс, и оранжереи, и теплицы, огромное-огромное хозяйство, сад кладовый, это можно и увидеть, пройти, посмотреть, здесь яблони великолепные растут. Поэтому мы посчитали, что по праву мы здесь можем такую ярмарку организовать. Павел Григорьевич Раченко – старший научный сотрудник Всероссийского селекционно-технологического института. Эта солидная организация также представила на ярмарке свою продукцию. Морозоустойчивые сорта пользуются в нашем климате особой популярностью. Но не только продаж ради, но и просвещение для участвует институт в этом мероприятии. Получить авторитетную и бесплатную консультацию может любой. Немного, конечно, народу, но вот сколько, человек 10, наверное, спрашивали меня за это время, с утра. Разные вопросы по саженцам, по плодам. Местные фермеры представили как привычные для современного человека продукты, так и довольно экзотические. Соленые грибы и сушеные ягоды, варенье и сметана здесь соседствовали с мясом из медведей и косули, колбасой из изюбря и кабана, паштетом из оленины и лососины. Для покупателей в новинку, для производителя – продолжение русских традиций. Всегда покупают, потому что все очень вкусно, поэтому если попробуете, обязательно поймете, что не уходит без покупки. Без покупки отсюда действительно трудно уйти. Несмотря на то, что участников ярмарки всего 20, ассортимент товаров довольно обширный и разнообразный. Изначально организаторы хотели сделать основной упор на торговле именно с саженцами. Осень – традиционная пора посадки деревьев. Но впоследствии ассортимент решили расширить. Как выяснилось, не зря. Чаще надо это делать и повсеместно это надо делать, потому что люди не знают, что у нас такие качественные продукты и такие вкусные производят. Для меня это откровение. Пока взрослые могли пообщаться и прикупить продуктов и товаров, для детворы в здании выставочного центра было организовано театрализованное представление. Какая же ярмарка без артистов? Будем надеяться, что Морозовская ярмарка станет традиционной и каждый год будет радовать жителей Ленинского района и его гостей. Максим Козлов, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ.